Исаак Ньютон родился 4 января 1643 года в деревне Вулсторб на востоке Англии и был назван в честь отца, который скончался за несколько месяцев до рождения сына. Когда ребенку исполнилось 3 года, его мать вторично вышла замуж и уехала, оставив его на попечение бабушки. Ньютон рос болезненным и необщительным, склонным к мечтательности ребенком. Его привлекала поэзия и живопись. В талии от сверстников он мастерил бумажных змеев, ветряные мельницы, водяные и солнечные часы. Начало школьной жизни было для Ньютона трудным. Он плохо учился, был слабым мальчиком и однажды одноклассники избили его до потери сознания. Переносить такое унизительное положение было для Исаака Ньютона невыносимо и он решил выделиться успехами в учебе. Упорной работой он добился того, что занял в классе первое место. Когда умер отчим, мать решила забрать Исаака из школы, чтобы он помогал ей с хозяйством. Но фермер из него был никудышный. Исаак предпочитал всем другим занятиям чтение книг, стихосложения и особенно конструирование различных механизмов. Поэтому вскоре родственники уговорили мать вернуть ребенка к учебе. В июне 1661 года 18-летний Ньютон приехал в Кембридж и был принят в знаменитый Тринити Колледж Кембриджского университета. Ньютона зачислили в разряд студентов Сайзеров, с которых не брали плату за обучение. По нормам того времени Сайзер был обязан оплачивать свое обучение путем различных работ в университете, либо путем оказания услуг более богатым студентам. В эти годы окончательно сложился характер Ньютона, стремление дойти до судей, нетерпимость к обману, клевете и угнетению, равнодушие к публичной славе. В 1665 году, когда в Англии свирепствовала эпидемия чумы, он решил временно уехать домой. Именно там он начал активно заниматься оптикой. Поиски способов устранения хроматической аберрации в линзовых телескопах привели Ньютона к исследованиям того, что теперь называется дисперсией. Да, если бы не Ньютон, то обложка альбома «Темная сторона Луны» группы Pink Floyd, возможно, выглядела бы иначе. Но самым значимым его открытием в эти годы стал закон всемирного тяготения. Распространена легенда о том, что это открытие он совершил, когда ему на голову упало яблоко. Но на самом деле все было немного не так. Когда молодой Исаак гулял в саду среди яблонь, он увидел Луну в дневном небе. И тут, сорвавшись с ветки, рядом с ним на Землю упало яблоко. Поскольку Ньютон в это самое время работал над законами движения, он уже знал, что яблоко упало под воздействием гравитационного поля Земли. И знал, что Луна не просто находится на небе, а вращается вокруг Земли по орбите. И, следовательно, на нее воздействует какая-то сила, которая удерживает ее от того, чтобы сорваться с орбиты и улететь в открытый космос. Так ему пришла идея о том, что, возможно, одна и та же сила заставляет яблоко падать на Землю, а Луну оставаться на околоземной орбите. Кстати, первый логотип компании Apple изображал Исаака Ньютона, сидевшего под яблоней. В начале 1667 года эпидемия чумы утихла, и Ньютон вернулся в Кембридж. Там он был избран членом Тринити Колледжа, а спустя два года стал профессором математики и оптики. Ньютону досталась обширная алхимическая лаборатория, и он, всерьез увлекшись алхимией, провел массу химических опытов. Примерно в это же время Ньютон реализовал проект телескопа-рефлектора, благодаря которому астрономами позднее были открыты планеты Уран, иные галактики и красное смещение. Зимой 1677 года в доме Ньютона случился сильный пожар, который уничтожил значительную часть его рукописных трудов. Это событие наложило сильный отпечаток на его душевное состояние, и долгие годы после этого Ньютон приходил в себя, пытаясь смириться с утратой. В 1687 году Ньютон выпустил вслед один из самых знаменитых трудов в истории науки, и он назывался «Математические начала натуральной философии». В нем дается математическое описание законов механики и гравитации, и их применение для объяснения движения планет и Луны. Еще в 1679 году Ньютон познакомился в колледже с 18-летним аристократом, любителем науки и алхимии Чарльзом Монтегю. Ньютон произвел на Монтегю сильнейшее впечатление, и в 1696 году, став лордом Галифаксом, президентом королевского общества и канцлером казначейства, Монтегю предложил королю назначить Ньютона хранителем монетного двора. И в том же году Ньютон занял эту должность, покинул Кембридж и переехал в Лондон. Долгое время ценность монет была эквивалентна содержащемуся в них количеству металла. В связи с этим существовала проблема. Мошенники срезали небольшие кусочки металла с краев, чтобы делать из них новые монеты. Ньютон предложил прорезать в краях монеты маленькие линии, из-за которых стесанные края были бы сразу заметны. Эта часть на монетах оформляется таким образом и по сей день, и носит название Гурт. Благодаря этому нововведению число фальшивых монет в стране значительно сократилось, и проведенные Ньютоном реформы не только предотвратили экономический кризис, но и через десятилетия привели к значительному росту благосостояния страны. В 1705 году королева Анна возвела Ньютона в рыцарское достоинство, и он получил титул сэра. Впервые в английской истории звание рыцаря было присвоено за научные заслуги. Ньютон обзавелся собственным гербом и не очень достоверной родословной. В 1725 году здоровье Ньютона начало заметно ухудшаться, и он переселился в Кенсингтон, неподалеку от Лондона, где и скончался ночью во сне 31 марта 1727 года. Заслуги Исаака Ньютона перед мировой наукой огромны. В истории физики не было события более выдающегося, чем создание механики Ньютона. Почти 250 лет в физике астрономы и инженеры всего мира опирались в своей работе на законы Ньютона. И лишь в начале 20 века другим величайшим физиком Альбертом Эйнштейном благодаря трудам Ньютона была открыта теория относительности и квантовая теория. Ньютону принадлежат также многочисленные сочинения по теологии, хронологии, алхимии и химии. Многие из проведенных им экспериментов, а их насчитывается более тысячи, стали классическими и повторяются по сей день в школах и институтах. Это была история Исаака Ньютона. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда смотреть самые свежие короткие истории. Ставьте лайки, добавляйте комментарии. Будьте с нами.